Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На Радио Балком Хотите на концерты классической музыки? Еще раз добрый день, уважаемые слушатели Действительно, программа Культурная среда Елена Привалова Здравствуйте, добрый день Добрый день И, конечно же Да, и простите, Олег, перебиваю вас И в гостях у нас сегодня Виктория Трофимова Здравствуйте Пианистка, клавесинистка, выпускница Латвийской Академии Музыки А сейчас также обучается в Академии Паула Страдене на культурной и социальной антропологии Правильно? Да А разговаривать мы сегодня будем о Даугавпилсе, о культуре Даугавпилсе, потому что Виктория родилась там, обучалась в музыкальном училище и сейчас занимается развитием культуры в этом городе и также журналистской деятельностью на культурном портале, который называется «Чайка» Мы таким образом расширяем наши, я понимаю, культурные границы, обычно мы все говорили о каких-то событиях, концертах Риги, а теперь вот охватываем и всю Латвию, можно сказать Да, хотелось бы, конечно, охватить всю Латвию, насколько это возможно покажет время, на самом деле это еще связано с тем, что достаточно большое количество интересных мероприятий стало происходить уже не только в Риге, но и, если можно сказать, в регионах, в Ли, Пае, Венспилсе, это в их потрясающем концертном зале И вот мы сегодня узнаем, что у нас происходит в Венспилсе, не в Венспилсе, а в Даугавпилсе Да, в Даугавпилсе Да Ну, на сегодняшний день совершенно недавно завершился фестиваль аккордеонной музыки, то есть, если мы говорим об активной инструментальной, то для нас аккордеонистов и оркестр, аккордеонистов, это, наверное, первое уникальное, что есть в Даугавпилсе То есть, сотрудничество с Белорусским Домом Культуры тоже также связано с тем, что к нам приезжают коллективы из Белоруссии, в особенности аккордеонисты И еще из инструментальных, наш профессиональный духовой оркестр, Далгава Совершенно тоже недавно завершился фестиваль Рестарт Это музыкальный фестиваль, в рамках которого объединено и эстрадное творчество, и академическая музыка Опять же, к нам приезжают гости из Риги, такие как Ая Андреева, Антра Стофецкая, Диана Пашко, Раймонд Паулс Они музыцируют вместе, также нас посетила Синфонита Рига, которые обыграли свою программу перед осенним фестивалем камерной музыки в Риге Они выступали у нас и обыграли свою Моцарт, Шуберта Бакова На данный момент, что же сказать, ну праздники мы отгуляли Латвийская Республика, провозглашение Латвийской Республики Это все в традициях, естественно, у нас был большой концерт на площади И в Домах культуры, сейчас и Рождественский блок Ну так, дальше, наверное, постепенно я буду переходить на программу следующего года, что у нас обычно происходит А в этом году еще, может быть, что-то расскажете, ноябрь все-таки еще только заканчивается Ну, еще и декабрь целый месяц Не затрагивая, наверное, музыкальную, все-таки музыканты будут больше заняты подготовкой к зимнему Хочется упомянуть, что у нас открывается в Родко снова новая экспозиция Новая экспозиция картин, и они объединены литмотивом дружбы То есть, центр Родко, опять же, для нас это такая площадка, где происходит много, помимо выставок и перформансов И концертов камерной музыки, опять же Но сейчас это актуально то, что выставки картин Каких? Самого марка Родко или... И работы Родко, и работы местных художников, и гончаров И также, естественно, музей Югенстиля тоже предоставил часть коллекции Александра Васильева Следовательно, у нас будет и Югенстиль Когда-то еще и сам коллекционер проводил лекции, в этом году он не доехал, скажем так То есть, получается, что в Даугавпилс можно приезжать из Риги специально на какие-то культурные мероприятия На фестивали, на выставки, в общем, это тоже... На самом деле, да, многие приезжают, действительно, потому что... И даже интересно на опыте таких, например, оперет, как дамский рай, мистер Икс, тайный мистер Икс Которые приезжали и в Ригу, было вплоть до того, что и в Даугавпилчане ездили в Ригу смотреть на свой же театр То есть, это все взаимно, как-то коллаборация у нас происходит Как с классической музыкой в Даугавпилсе, достаточно ли мероприятий именно в самом городе, именно классической музыки? Ну вот, наверное, что касается классической, к нам мало приезжают, так скажем Все-таки хотелось, чтобы нас больше посещали Наш постоянный оркестр – это Даугавпилская синфониетта Руководителем и дирижером, который является также и директор музыкальной средней школы Айверброк И благодаря этому оркестру мы всегда обеспечены, естественно, такой классической академической музыкой Хотя они играют и более популярный репертуар, музыку из итальянских фильмов Или музыку из латвийских фильмов XX века Но еще у нас есть профессиональный духовой оркестр Даугавпа Который обеспечивает, опять же, и классический репертуар, и джазовый репертуар Но все-таки основная классическая академическая деятельность все-таки упирается на гостей Ну вот какая периодичность бывает? Я, например, сетую о том, что в Риге бывают некоторые дни, когда совершенно нет ни одного концерта классической музыки А как в Даугавпилсе? Как часто проводится концерт? Раз в месяц, раз в две недели, раз в неделю? Нет, на самом деле концерты, если мы берем именно неприезжих и постоянные концерты Они происходят дважды в месяц, это минимум, если мы говорим о более таких крупных концертах Естественно, зимой это активно, это отчетно Но, наверное, от концертов, как таковых, мы отдыхаем в июле Вот действительно, в июле тогда у нас идет упор на крепость Там происходит фестиваль военно-исторических реконструкций, клубов военно-исторических реконструкций Динобург 1812 и уже немножко другой фокус А потом музыка снова возвращается в музыкальный август Слушайте, а вот почему именно аккордеон становится таким, ну, можно сказать, инструментом Вот номер один в Даугавпилсе? Ну, наверное, классика это то, что музыкалская расстройка ассоциируется сразу с танго Плюс один из таких крепких и хороших педагогов это Валерий Хадукин Он, опять же, там работал и проходит его конкурс аккордеонистов и его имени Конкурс последним лауреатом, которого стал как раз-таки еще ученик музыкального училища Аркадий Горбунов И, ну, в принципе, наши аккордеонисты, я хочу, наверное, отметить то, что Это самые такие вдохновленные люди, которые делают свое дело И они очень мобильные, они объединяются с любыми составами, с любыми коллективами Также вот с Марией Наумовой эта программа, планируемая на март Ну, это все интересно, они исполняют все, опять же, от баха до джаза А сколько, примерно, вот музыкантов, которые играют на аккордеоне в Даугавпилсе? То есть, ну, насколько этот инструмент распространен? Ну, инструмент распространен, я честно не скажу, сколько студентов сейчас обучается Потому что многие после музыкального училища набираются опыта в Литве Ну, также и в нашем, в Даугавпилском университете тоже, и в музыкальной академии Ну, я допускаю, что, если это курсы, я допускаю, что аккордеонистов 5 на курсах у нас есть Плюс еще те, кто, естественно, выпустился, раз у нас есть оркестры, мы можем его себе позволить Это 20 действующих музыкантов Для нашего города это неплохо Плюс педагоги Ничего себе Но им есть где играть, да, Угавпилсе Или все-таки, как бы, они больше потом специализируются на педагогике Они специализируются на педагогике и уезжают Но, если говорить о постоянном месте действующем, так сказать, зале и помещении для оркестра Это зал дома культуры, дома латышской культуры, дома единства Это их постоянное место, где они обыгрываются, репетируют А большой зал, то есть, сколько он вмещает зрителей? Честно, не скажу, вместительность зала, потому что также у нас еще одна такая из крупных концертных площадок была И остается зал музыкального училища, который, в принципе, был задуман для того, чтобы там исполнялась и симфоническая, и хоровая музыка Его акустика, она замечательная Единственное, что как раз-таки вот сейчас был отменен концерт Ну, в честь дня независимости, потому что там идут ремонтные работы За долгий срок служения самого здания, нашего музучилища, там, наконец-то, ведутся работы по его реновации Ну, и слава богу, будем надеяться, что все закончится в срок, и дальше этот зал будет работать бесперебойно Ну, немного расскажу Теперь не о Даугов пилсе Виктория нам расскажет потом еще О действиях и событиях, которые происходят там А вернемся к Риге 22 ноября – это день пятницы Очень-очень много интересных событий Которые проходят в самых разных местах В Домском соборе будет играть Лариса Булова, известная органистка В недавнем главная органистка Домского собора Профессор Академии музыки И в ее программе будет Иоганн Себастьян Бах А также произведение, мною очень любимое и достаточно редко исполняемое Юлиус Ройбке «Соната для органа» Что это? Это композитор, который прожил всего 21 год 21 год 21 год, да И умер от туберкулеза И написал, осталось в наследии ровно две сонаты Соната для фортепиано и соната для органа сол При этом это монументальные, масштабные произведения в стиле ференцелиста Есть его знаменитая соната «Си минор» И вот также соната Юлиуса Ройбке И она продолжительностью от 25 минут до 30 В зависимости от темпов, которые берут исполнители И это произведение написано на 94-й псалом И полностью иллюстрирует его И вот это пример той программной музыки, которая стала развиваться уже в 19 веке В принципе, программная музыка у нас возникла еще раньше, в эпоху барокко И, можно сказать, первым был Антонио Вивальди со своим знаменитым циклом «Времена года» А также, например, концерт для флейты Пиккола «Щегленок» И он как раз в музыке изображал природу Ведь времена года каждому концерту, каждому циклу предшествовал сонет, который он написал сам И затем, можно сказать, иллюстрировал музыкой то, что происходит И вот Юлиус Ройбке стал развивать это направление, которое также развивал Ференс Лист Полностью иллюстрируя тексты И вот текст 94-го псалма – это достаточно страшная музыка Страшный текст, где человек просит покарать Бога всех неверных, всех неверующих И это все отображено в этом гениальном сочинении И даже сложно представить, наверное, что написал 21-летний музыкант Стоит отметить, что, в принципе, 21 год – это уже в наше время для многих кажется, что только-только… В школе еще некоторые учатся А вот во времена XIX века это уже были состоявшиеся личности Ведь Феликс Мендельсон Бартольди в 18 лет написал произведение, прославившее его на весь мир Эту вертюру «Сон в летнюю ночь» И также в 18 лет он открыл всему миру Иоганна Себастьяна Баха Ну, это, конечно, нельзя сказать всему миру, но открыл Германии Когда он исполнил впервые после 100 лет забвения страсти по Матфею и Иоганна Себастьяна Баха И также в Лейпциге, в том же самом городе, где умер Иоганн Себастьяна Бах Феликс Мендельсон спустя 100 лет исполнил это сочинение Ему было 18 лет И именно 18 лет было написано у вертюры «Сон в летнюю ночь» То есть, получается, этот возраст уже в 19 веке говорил о зрелой личности Моцарт веком ранее тоже уже писал произведения И являлся автором многих-многих сочинений Ведь даже известно, что его детские сочинения нередко исполняются Но вот Юлиус Ройбке, у него такая трагичная судьба Когда он скончался от туберкулеза И сохранилось только одно сочинение И можно сказать, что этот композитор вошел в историю И знаком нам, то есть он пережил на долгие-долгие годы Свою фактическую жизнь Очень интересное произведение, яркое, драматичное И мне кажется, идеально подходящее для органа Домского собора Потому что это романтический орган Орган именно романтического строения И прекрасный выбор программы, который сделала Лариса Булова Это орган Себастьян Бах и Юлиус Ройбке В Домском соборе 22 ноября В этот же день в опере в новом зале 18.30 Программа «Аривердерчи Рим» И выступает трио известных теноров Это Раймонд Брамнист, Михаил Чулпаев и Юрис Висбулес Наверное, музыканты пошли по тому пути, который открыли, можно сказать, проложили Трио великих теноров Объехав весь мир своими программами И вот по этому же пути Благодатному и благодарному пошло вот это трио Они дают достаточно много концертов И мне кажется, уже собрали свою аудиторию Потому что голоса прекрасные У всех троих их стоит обязательно послушать Кто им будет аккомпанировать? Это Илзе Озолиня, фортепиано Светлана Окунь, скрипка Инга Сунепа, виолончель Инита Аболина, аккордеон Марик Аузенч, контрабас И Иварс Калнинш, ударные инструменты А, кстати, обработки для этого трио сделал Андрей Пушкарёв О котором мы рассказывали в нашей предыдущей передаче И он как раз исполнял импровизации на тему пьяцолы В концерте 16 ноября, когда мы исполняли музыку кино Андрей Пушкарёв в Риге известен не только как солист Камерного оркестра Кремерата Балтика, Гедона Кремера Но так же, как и композитор, аранжировщик Его произведения исполняются также и в Латвийской опере И вот так очень многие коллективы любят брать его обработки Даже сам Гедон Кремер Сам Гедон Кремер, да, то есть он его ценит как аранжировщика И, в принципе, если мы вспомним передачу Андрея Пушкарёв Как раз и рассказывал, что это его увлечение, аранжировка И именно профессиональный пошёл опять-таки с лёгкой руки Гедона Кремера, когда он ему предложил играть эти произведения В пятницу также, вот мне, как музыковедует, настолько радостно говорить, Что и в опере, и в Большой гильдии везде проводятся прекрасные концерты И слушатели могут выбрать на свой вкус мероприятие В Большой гильдии Балтийский музыкальный фестиваль Латвийский национальный симфонический оркестр Солировать будет на скрипке Трина Рубеля и дирижёр Гунтис Кузьма А в программе опять-таки Феликс Мендельсон Бартольди Именно поэтому я его упомянула, когда рассказывала про Юлиуса Робке Исполнит его знаменитую третью симфонию шотландскую Феликс Мендельсон после каждого путешествия оставлял музыкальные заметки Например, когда он бывал в Италии, после своих гастролей в Италию То после этого он написал итальянскую симфонию Потом, когда он ездил в Шотландию, он написал шотландскую симфонию И в них, конечно же, мотивы и мелодии этих национальных культур И в принципе, произведения Феликса Мендельсон настолько яркие, настолько интересные Что их обязательно нужно слушать Вот получается, в один вечер два вундеркинда Один из них оставил всего два сочинения Юлиуса Робке Которые прозвучат в Домском соборе А Феликс Мендельсон оставил целое наследие Это и симфонии, органная музыка Это и оперная музыка, которую он, конечно, не любил исполнять Но самое главное, это еще и духовная музыка, оратория И стоит отметить, что Феликс Мендельсон написал ярчайшие произведения почти для каждого инструмента Скрипичный концерт, фортепианный концерт, фортепианная музыка, знаменитые песни без слов И вот с Феликсом Мендельсоном Бартольди приглашаем познакомиться в Большой гильдии Латвийский национальный симфонический оркестр А с Юлиусом Ройбки вас познакомит Лариса Булова в Домском соборе Вернемся к нашей афише после рекламы Продолжается культурная среда Елена Прималова нас знакомит с афишей Теми мероприятиями классической музыки, которые проходят в ближайшие дни Приглашаю вас на концерт, в концертный зал «Артиссимо» Это, кстати, Инна Давыдова проводит эти мероприятия И на днях ей была вручена почетная грамота Гражданин года И, конечно, это абсолютно заслуженно Поскольку Инна Давыдова делает такое количество мероприятий самых разных И открытие нового камерного концертного зала для Риги очень-очень важно И вот именно в этом камерном зале «Артиссимо» пройдет концерт фортепианных дуэтов Выступают Роксана Тарвиде и Каспар Бумбишс И в программе именно дуэты для фортепиана в четыре руки Будут исполнены полонез Машковского и вальс Произведения Шуберта «Фантазия фа минор» Рахманинова, Баркаролла, Скерца «Русская песня» и многие другие сочинения А вообще много написано произведений? А вот я как раз и хотела сказать, и как раз хотела еще у Виктории спросить Потому что, когда я училась в музыкальном колледже на фортепианной кафедре То у нас прям был отдельный факультет фортепианный Вернее, не факультет, а отдельный предмет, фортепианный дуэт И мы играли каждое полугодие из отчета, экзамены Огромное количество произведений, именно написанных для фортепианов в четыре руки И для двух роялей Для двух роялей, конечно, меньше написано Но, тем не менее, большое количество музыки Как с этим обстоят дела в Латвийской академии? Так же ли вы много музицируете? Ну, музицировали, когда учились в академии Фортепианный дуэт в нашей академии – это необязательный курс Но с третьего курса бакалавриата его можно выбрать То есть это выборочный блок, и пианисты по желанию его выбирают Вместо какого-то камерного второго ансамбля они выбирают фортепианный дуэт И тогда уже продолжают заниматься И в магистратуре уже изначально они могут его выбирать А как вообще формируются эти дуэты? То есть, когда выбирают, можно ли выбрать именно партнера? Обычно это так и делается Если у тебя уже есть партнер, если у тебя есть человек, который согласен с тобой играть Тогда да, тогда это проще И обычно не нужен иллюстратор или не нужно кого-то уговаривать помочь И люди сами собираются, и действительно получаются хорошие дуэты Потому что разница ведь есть и темпераментов Но вообще какой-то человеческий фактор Ведь наверняка играют Конечно, особенно играя в четыре руки Хотя, если мы говорим о роялях, которые стоят напротив друга Это тоже надо чувствовать Опять же, хорошо, идеально отработанный ансамбль Потому что они дышат, равномерно находясь на расстоянии Да, ну вот в России немножко дела обстоят иначе Когда вот училась в колледже То у нас невозможно было выбрать партнера И, например, у педагога, у которого ты проходил Именно фортепианный дуэт То тебе попадался сосед Но, тем не менее, мне очень повезло Потому что это была моя подруга И у нас был прекрасный дуэт Мы сыграли огромное количество самых разных произведений До сих пор я вспоминаю, как мы играли Сверидова «Время идет» или «Вальс» И киноповести «Метель» И фортепианные дуэты Они настолько были значимы Особенно в XIX и XX веке Потому что это был способ музицирования И способ общения В те времена еще не существовало телевизоров, радио И так же, как, например, Иоганн Себастьян Бах Писал светскую музыку для исполнения На своих же даже домашних вечерах Так и в XIX веке были дворянские собрания В аристократических домах собирались благородные дамы В основном девушки, еще незамужние И им садились, играли в четыре руки Симфонии Шуберта, симфонии Бетховена В те времена практически сразу Произведения, которые писали здесь Симфонического оркестра Их сразу перекладывали для фортепиана в четыре руки Для того, чтобы можно было играть Вот так на домашних музицированиях И даже сохранилось большое количество Замечательных картин, портретов Изображающих вот таких музицирующих девушек И в течение времени, помимо того, что это имело прикладной характер Вот такие дуэты Композиторы стали писать непосредственно Для фортепиана в четыре руки То есть на одном рояле И для двух роялей Когда играет два пианиста Это фактически концерт Я имею в виду концерт в том смысле Как концерт для рояля, для фортепиана с оркестром То есть это масштабное, грандиозное произведение И родоначальниками вот этих произведений Для фортепиана в четыре руки Опять-таки стали романтики Эпоха романтизма Франц Шуберт, Роберт Шуман И, конечно, подхватили русские композиторы Петр Ильич Яковский, Михаил Глинка Но Михаил Глинка пораньше был Все-таки Петра Ильича Яковского И, наверное, вершина в русской музыке Это Сергей Васильевич Рахманинов Который написал большое количество произведений Для фортепианного дуэта Наверное, в первую очередь потому Что он сам был великолепным пианистом И почти все его творчество, конечно, Это фортепианная музыка И вот послушать такие замечательные произведения Как Рахмайнова Баркарола, Скерца, Русский вальс Романсы именно Сергея Васильевича Рахмайнова Я приглашаю послушать в концертном зале Артисима в 19.00 А исполнять будет Роксана Тарвиде И Каспар Бумбиш Что у нас еще будет 23 ноября? Конечно, я приглашаю вас на свой концерт Это все сочинения Иоганна Себастьяна Баха Концерт номер 2 В этот раз будут исполнены прелюдии фуги до мажор, си минор Фантазия фуга до минор Несколько хоральных прелюдий из органной книжечки А также со мной в концерте выступит Ирина Валикжанина Виолончелистка, которая исполнит Сюиту до мажор, сюиту номер 3 В этом цикле все органные сочинения в течение двух лет Один раз в месяц я буду исполнять абсолютно разные сочинения Иоганна Себастьяна Баха И вот в этом концерте, который состоится 23 ноября Сочетаются произведения раннего стиля Это, например, прелюдия до мажор, которая откроет наш концерт И позднего лейпцигского периода Это поздний период жизни творчества Иоганна Себастьяна Баха Когда произведения стали просто масштабными, грандиозными И вот можно услышать, как прелюдия фуга до мажор Когда он еще служил в Эйзинахе Ой, простите, в Варнштадте В Эйзинахе он родился, в Варнштадте И это был юный композитор, который еще набирался опыта И произведение буквально на 7 минут Тоже прелюдия фуга И заключительное произведение Прелюдия фуга Си минор Это позднего периода творчества Которое длится уже порядка 15 минут И вот, в принципе, все произведения позднего периода творчества Это все произведения, которые отличаются Прелюдия фуга длительным звучанием Пасакалия 15 минут Прелюдия фуга ми бемоль мажор Из органной мессы 20 минут Прелюдия фуга до минор 15 минут То есть для него вот эти Ему уже казалось невозможным В маленьком отрезке времени На 7-8 минут Изложить свою мысль Когда он написал прелюдию фугу до мажор Он как раз вернулся из Любека Куда отправлялся в пешее путешествие К Дитриху Букстыхуде Известный в то время композитор Сейчас, к сожалению, редко исполняемый И когда Иоганн Себастьян Бах Прибыл в Любек Пешком из Арнштадта 400 километров 400 километров пешком Его отпустили всего на 3 месяца Это у него был отпуск А он задержался на полгода И Дитрих Букстыхуде был настолько вдохновлен Импровизациями Иоганн Себастьяна Баха Что предложил ему остаться вместо него Главным органистом Марии Инкирхе Однако в те времена существовала такая традиция Что следующий органист должен был жениться На одной из дочерей предшествия Его предшественника Эта традиция была испокон веков Букстыхуд женился на дочери предыдущего органиста И так и далее Но Бах к тому времени был помолвлен Со своей кузиной Марией Барбарой Бах И, конечно же, он вынужден был отказаться Но стоит отметить, что после этого путешествия Бах вернулся настоящим мастером Им было создано и вот эта маленькая прелюдия Фуго до мажор И самое главное была создана Знаменитая таката и фуго ре минор Которая исполняет сейчас повсеместно И является визитной карточкой Не только самого Иоганна Себастьяна Баха Но, наверное, и всего органного искусства И вот такой вот замечательный сюжет из жизни Иоганна Себастьяна Баха Я хотела бы еще закончить тем, что Когда он вернулся в Арнштадт Конечно же, последовал выговор Еще бы! На три месяца задержался И ему вменили и то, что он самовольно отлучился на целых полгода И то, что он начал использовать в хоралах Невообразимые гармонии Которые смущают слух нашей достопочтенной публики А что это значит? Это действительно у Баха были очень сложные хоралы И он не просто играл гармонические обороты для хоралов Но уже изъявлял свою музыкальную волю Он писал произведения, которые были на ногу впереди Или даже на несколько миль впереди Всего творчества его современников Кстати, Иоганн Себастьян Бах У нас также будет звучать еще в этот же день Но в Кулдиге продолжается 19-й фестиваль Который проводит Айна Канциема Директор, художественный руководитель фестиваля Профессор Латвийской академии музыки И она сама, кстати, будет участвовать в этом фестивале А наша сегодняшняя гость Виктория Трофимова Помощница Айны Канциема И как раз расскажет о концерте 23 ноября в Кулдиге И других оставшихся концертов фестиваля В Кулдиге профессора Айна Канциема Она исполнит произведения Баха, Телемана Трио сонаты в частности Это будут две трио сонаты Телемана Ля минор и Ре минор И сонаты трио Баха, Соль минор Также прозвучат произведения Хенриха Игнатса, Бибера Да, Бибера И других, например, Диего Ортиса Объединится она вместе с Вольгангом Кремером Который играет на блокфлейте И представляет Германию и Новую Зеландию С Агнешкой Куловской Это польская скрипачка И играет музыкант Виолода Гамба Айнер Спаукшенс Тоже из Ринга и из Латвии Этот концерт пройдет в Доме художеств в Кулдиге А также еще будут два концерта Это 29 ноября Это у нас биржа Венецианский зал Там у нас гости из Италии Стефано Бальяно и Массимириано Фаратчи Которые исполнят сонаты итальянских композиторов барокко Баха там не будет Будет Антонио Вивальдио Фальканьери и другие Будут современники Баха Да, будут современники 17 и немножко 18 век А также 1 декабря И, наверное, это такое тоже логическое замыкание наших разговоров о мероприятиях Потому что тоже прозвучит фортепианный дуэт Это будет тоже фортепианный дуэт Только уже в Музее истории мореходства Риги И это будет дуэт Анно Антра и Норманд Виксне Супружеская пара, которая играет очень много лет И это действительно Они исполняют произведение в четыре руки Там нет двух фортепианов в том зале, если вы там были И это действительно, наверное, один из таких дуэтов Наблюдая игру которых, ты понимаешь, что это Две личности, которые, во-первых, они сыграны Они настолько друг друга понимают И мне довелось, мне посчастливилось их слушать Как раз-таки в даугов пелся Как раз-таки, может быть, на тот момент Не в самых лучших условиях Когда два инструмента абсолютно разного состояния Так скажем, технического своего благосостояния и звучания Но эта гармония была настолько достигнута Они тембрально звучали очень-очень одинаково В унисон, то есть как сами люди Очень-очень согласованно, наверное Идут вот параллельно друг другу Так же и рояли И я думаю, это стоит того, чтобы пойти послушать Фортепианную музыку Хотя в программе тоже будут Даже работы современников Аранжировки современников Ну а вот в этом дуэтном концерте Так же будет Иоганн Себастьян Бах? А что будет, вы не помните? Нет, еще не составлено Помимо вот фестиваля Баха А, еще это заключительный концерт фестиваля Заключительный И в следующем году, конечно, будем с нетерпением ждать 20-го фестиваля 20-й юбилейный Да 23-го ноября Так же в старой церкви Гертруда Где состоится мой концерт В 18.00 В 15.00 будет еще один концерт необычный Называется «Нескучная классика для всей семьи» И исполняет струнный квартет Симфонического оркестра латвийской оперы Это Леонард Антоневич, Гедон Гримберг, Сильвия Краузе и Рихард Штраус Это знакомые нашим слушателям музыканты Прекрасный квартет, который на самом деле сформировался совсем недавно Всего три года они исполняют концертные программы Но тем не менее очень яркие и интересные И в этот раз как раз будет представлена в 15.00 программа для всей семьи Но в первую очередь для детей Программа короткая на 55 минут И там будут исполнены сплошь хиты Это маленькая ночная серенада Моцарта Это фрагменты из балета «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского Это Минуэт Бакерини, это канон Пахельбеля Это произведение Мендельсона А также знаменитое сочинение в пещере горного короля Эдварда Григо То есть в принципе это и фантастические какие-то герои Как музыка «Танец феи Драже» Петра Ильича Чайковского «В пещере горного короля» Конечно же они исполнят еще «Вивальди», «Весну» и фрагменты из «Зимы» То есть это все произведения, которые абсолютно на слуху у каждого слушателя Может быть именно для тех, кто только начинает свое приобщение к классической музыке Это как раз возможность прийти и послушать действительно только хиты Как бы это не пошло звучало Но действительно это те произведения, которые знают все Которые невероятно популярны, исполняемы И они очень легко воспринимаются Это знаете, то есть если вы придете на такой концерт То вначале вы бойтесь думать Я классическую музыку не знаю, я ее не понимаю Непонятно, зачем вы меня привели на этот концерт Но я уверяю вас, после этого концерта вы будете себя ощущать знатоком Потому что не будет ни одной мелодии, которую бы вы на самом деле не знали Олег вам напел даже Начало в пещере горного короля Эдварда Григо И вы знаете, эта музыка действительно яркая и в достойном исполнении Потому что квартет музыкантов, которых я назвала Это прекрасные музыканты Гидо, он играл вот недавно опять-таки со мной 16 ноября мелодии кино И это прекрасный скрипач с изумительной интонацией И с дыханием, я имею в виду дыханием, музыкальным дыханием То есть это действительно получится очень большое удовольствие От нескучной классики И вот на самом деле к детской музыке Мы уже в наших передачах возвращаемся с завидной регулярностью Я еще раз объявляю о том, что в Домском соборе концерты Пикколо Которые сейчас проводятся с видеотрансляциями Это концерт всего на 20 минут И там можно записаться еще также на экскурсию Это вот детские экскурсии Называется «Скола Сома», школьная сумка Где перед концертом детям показывают экскурсию по Домскому собору Затем они слушают 20-минутный концерт органной музыки И опять-таки исполняются исключительно органные хиты Потому что это новая позиция руководства Домского собора Что в течение 20 минут именно в этом Пикколо Все-таки должна прозвучать популярная органная музыка Чтобы и туристы, которые пришли послушать Домский собор впервые в жизни И неизвестно, придут ли они еще раз Удастся ли им еще раз приехать в Ригу И, конечно же, дети, с которыми они начали работу Чтобы им орган стал интересен Чтобы прозвучала там музыка, которая сразу попадает к нам в сердце Конечно же, дети – это отдельная аудитория Кому-то кажется, что на концерте нельзя шуметь Ребенок должен прийти и строго сидеть И я замечала, что на концертах, в которых я детских играла Родители для того, чтобы дети не шумели Вручают им планшет, смартфон И я убедительно прошу, как музыковед, как органистка Не делайте этого Пусть ваш ребенок пошумит на концерте Потому что вы пришли на детский концерт Конечно, когда вы приходите с ребенком на взрослые мероприятия В оперу, на вечерний сеанс, чего делать не стоит Или пришли на концерт классической музыки В большую гильдию не на детский концерт, а на полноценный взрослый Наверное, это будет уважение к рядом сидящим слушателям Но когда вы ведете ребенка на детский концерт Пускай ваш ребенок шумит Пускай он даже походит Пускай он даже побегает Но пусть он слушает Потому что это только кажется, что он будет все время бегать Нет, это буквально какое-то мгновение А потом он сядет и проникнется волшебными звуками классической музыки Это очень важно, чтобы наши дети учились слушать музыку Потому что даже вот эта программа «Нескучная классика», Которая прозвучит в Старой Гертруде в 15.00 Хотя там сплошь хиты, но все равно найдутся дети-непоседы Все равно им сложно будет, если они пришли в первый раз Сконцентрироваться Не надо брать за руку ребенка Больше не пойдешь на концерт Ни в коем случае Не надо ему давать отвлекающих маневр Можно взять с собой карандаши И можно порисовать Но ни в коем случае не надо давать детям Смартфоны и планшеты Пусть дети вникают в музыку Пусть они учатся остановиться Хоть на одно мгновение И услышать Потому что в наше время безумное Когда мы все время бежим У нас нет возможности Прийти, остановиться Услышать и послушать И вот я всех как раз приглашаю На все концерты классической музыки На нашей культурной афише Ну а мы с вами встретимся На следующей неделе С вами был Олег Пека Я Елена Привалова И наши гости Виктория Трофимова Спасибо